МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре продолжается сезон благоустройства. Во многих дворах работы уже завершаются, а жители оценивают результат. Глава Кировского района Игорь Рудаков совместно с жителями проверяет качество работы подрядчиков. Накануне он оценил ход работ во дворе по улице Старозагора. Двор преображается по программе формирования комфортной городской среды. Здесь же совершилось строительство парковки по губернаторскому проекту «Содействие», говорится в телеграм-канале Кировского района. Преображение дворовых и общественных пространств одно из приоритетных направлений у губернатора Дмитрия Азарова. В Кировском районе в этом году приводят в порядок 6 дворов по федеральной программе и еще 4 заявки по губернаторскому проекту «Содействие». На территории Самарской области в связи с высокой пожарной опасностью с 4 по 14 августа включительно установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств на территории всех лесничеств Самарской области, напоминает в телеграм-канале Куйбышевского района. Установившаяся жаркая погода может спровоцировать природные и лесные пожары. С начала 2023 года их произошло уже 77, на общей площади более 57 гектаров. Взглянуть на фотографии прошлых лет и погрузиться в атмосферу 60-х годов прошлого столетия предлагают в телеграм-канале Красноглинского района. На снимках отдых за Волгой в 1969 году и вкусные завтраки, беззаботно и радостно бегающие по пляжу дети. И теплый песок, как отмечает автор, не хуже, чем на морском берегу. Ретро-снимки принадлежат фотографу Валерию Апехтину. На фото прошлых лет – остров зелененький. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова